ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Я говорил про прекрасный храм, который здесь находится, храм Святого Саввы, и вот он сейчас сзади меня. Вообще изначально хотелось бы немного поделиться своими новостями, которые у меня происходят в жизни. В этот четверг чисто случайным образом, я даже не знаю, как так получилось, мне коллега написал, говорит, что есть свободные места в посольстве США на выдачу туристических виз. Ну и я для прикола решил записаться, заполнил ДС-160 и оплатил консульский взнос, там 160 долларов этих. И что вы думаете? В четверг я записался, и у меня аппоинтмент был на пятницу, то бишь на следующий день. Естественно, я понимал, что за сутки все документы подготовить не могу, и поэтому пришлось перенести аппоинтмент на следующую пятницу. То бишь, получается, я записался в четверг, грубо говоря, через неделю у меня уже будет аппоинтмент и интервью. На самом деле немного очково туда идти, потому что, ну, я ни разу не получал визу в США, у меня был только Шенген до этого, я был только в Польше из стран Евросоюза. И, как все говорят, там очень сложно собеседоваться. Посмотрим, что, конечно, будет. Хотелось бы, конечно, в идеале, чтобы не одобрили визу, чтобы не было, скажем так, реджектов в моей визовой истории. Но если не одобрят, тоже не сильно расстроюсь. Ну, точнее, расстроюсь, но больше жалко будет того, что у меня в истории появится реджект. А так посмотрим. Просто самый забавный факт, что, как я понимаю, некоторые люди ждут месяцами, а то и порой в районе года записи. А у меня так выпало, что я нажал кнопку записаться, и вот через неделю у меня уже запись. Забавно, конечно. Но давайте вернемся к теме ролика. Как я уже говорил ранее, Врачар — это очень популярный район, в котором проживает огромное количество людей. И, как я уже сказал, в этом районе проживает огромное количество русских. Практически все знакомые, которые у меня есть в Сербии, они живут именно во Врачаре. Повторяться, если честно, не особо хочется. Так что давайте просто я вставлю каких-нибудь красивых видео, которые я сниму сейчас под приятную музыку, и посмотрите, что там выйдет. Ну и, естественно, чуть не забыл сказать самое главное. Всем привет! Меня зовут Максим Лихачев, и я занимаюсь мобильной разработкой. Перед просмотром ролика поставьте лайк этому ролику и подпишитесь на канал. Вам это ничего не стоит, а мне здорово поможет развитию канала. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм. В нем я публикую истории жизни обычного разработчика. Ну а мы начинаем. Поехали! Ну и я тут вот что подумал, пока шел. Это если, получается, я получу визу в Соединенные Штаты туристическую, то один из первых роликов, скорее всего, будет про то, как я поехал в Соединенные Штаты. Что неудивительно. Ну и, как я понимаю, этот ролик будет из Нью-Йорка. Посмотрим. Может быть, может быть, все-таки я доберусь оттуда. Это было бы очень круто, кстати. Ну и уже предвкушаю следующий вопрос, который, скорее всего, мне зададут. Ну, во всяком случае, коллеги мои мне задали этот вопрос. Планирую ли я остаться в США по туристической визе? Естественно, я этого не планирую, потому что проблема с легализацией – это самая основная проблема. Попасть на территорию Штатов, как я понимаю, несложно. Сложно там легализоваться. И по туристической визе это делать как минимум глупо. Да, если бы было бы приглашение на работу, то тогда, скорее всего, я, может быть, и рассмотрел бы его. Но на данный момент мне очень сильно нравится в Сербии, поэтому я тут. И возвращаться, естественно, я планирую. Да, и справедливости ради полечу я, скорее всего, один. Да даже не, скорее всего, а девушка моя не полетит, потому что она будет с котом дома. Ну, в Белграде останется. Так как надо же кому-то за котом следить. А он не особо любит путешествия, скажем так. Поэтому вот так вот. Еще и к ним вернуться нужно. Как вы уже заметили, этот ролик у нас будет в таком формате, когда я иду и рассказываю про что-то. Иду я по конкретному району и буду, скорее всего, рассказывать про то, что происходит в моей жизни. Ну, и, естественно, я буду показывать вам район, так как в первую очередь ролик про районы. Такое решение было принято не случайно. Я понял, что я больше, ну, секунд буквально 30 ничего не могу рассказать про район. Ну, вот дома такие, инфраструктура такая, кафешки и все такое, тому подобное. Ну, а что, что еще рассказать? Больше ничего, по сути. Да, можно, конечно, углубляться в какие-то аспекты местные, скажем так. Можно даже искать какие-то местные достопримечательности. Но, по сути-то, мы ищем район не для того, чтобы смотреть там достопримечательности и все такое, а для того, чтобы жить. А для того, чтобы в нем комфортно жить. А для того, чтобы в нем комфортно жить, надо просто, чтобы вся необходимая инфраструктура была рядом, которую я как раз собираюсь показать. Сейчас я направляюсь в довольно известное место в Белграде. Если вы интересовались Сербией, то вы 100% видели либо на фотках это, либо читали хотя бы что-либо про это место. Это разрушенный дом, который разрушили вследствие бомбежки Белграда. Место не знаю, можно ли там снимать, конечно, или нет, так как там постоянно военные ходят. Но попробуем что-нибудь заснять. Может, удастся показать вам все-таки это. И, наверное, я покажу еще одно место во Врачаре и потом поеду в мой любимый район. Ну, как поеду? Скорее всего, даже пойду до своего любимого района, в котором сниму тоже какую-то небольшую часть ролика. Получается, немножко я вам соврал, конечно, по поводу Врачара. Это здание разрушенное находится не на территории района Врачар, но по пути в тот район, куда я направляюсь. Оно находится прямо на границе Врачара. Но все равно показать я вам хотел его. Поэтому сейчас я это и сделаю. Как раз я уже приближаюсь. Отсюда, конечно, не сильно видно. Но сейчас подойдем поближе и там будет видно. Кстати, вот это довольно красивое здание. Ну и тут сейчас такой район будет, где очень много красивых зданий, скажем так. Правда, жалко, что около дороги, поэтому, скорее всего, будет шутно. А вообще, посмотрите на эту прекрасную зиму в Сербии. Вот такая зима мне действительно нравится. Может быть, может быть, чуть попозже хотелось бы чуть-чуть снега. Но только чуть-чуть. И только попозже. Потому что сейчас вот меня полностью устраивает, скажем, эта зима. Отсюда уже, конечно, лучше видно это здание, но сейчас мы подойдем ближе. Единственное, что я вижу, что там полиция стоит. И могут докопаться то, что я хожу снимаю. Но, надеюсь, не докопаются. Продолжение следует... А еще спустя где-то только час съемок до меня дошло, что на улице сильно жарко. Я посмотрел на то, сколько сейчас градусов, и оказалось сейчас плюс 17. То бишь... А я хожу как дурак в шарфу, и все смотрят на меня, типа, мол, чувак, ты что, совсем кукуш-то ли? Ну и сам я тоже об этом начал думать. Вот, к слову, я почти уже добрался до следующего района, который мне больше всего нравится. И следующая часть ролика будет именно тут. Ну вот, собственно говоря, я и добрался до своего любимого района, Белград на воде. И встретил тут коллегу. Он как раз со своим ребенком играл на детской площадке. Кстати, район этот очень хорошо подходит для людей с детьми, либо тех, кто планирует завести в ближайшем... Тех, кто планирует завести детей в ближайшее время. Так как здесь очень просто огромнейшее количество всяких детских площадок, и... да очень много чего обустроено для того, чтобы дети просто игрались и развлекались. И рядом находится один из самых популярных центров торговых. Это... это ТРЦ-галерея. И, как говорят, там очень крутая детская комната. Ну, а мы переключаемся на наш Белград на воде. Где он там? Вот. Как я уже говорил ранее, это считается одним из самых престижных районов Белграда. Ну, как считается? Он является одним из самых престижных районов Белграда. И, как следствие, самым дорогим. Как только мы прилетели сюда, в Сербию, это было в мае, ну, в конце апреля, в начале мая, мы планировали тут заселиться, и квартиры в среднем стоили что-то в районе 700 евро. 700-800 евро, вот так вот. За, ну, полутора-двухкомнатную квартиру. Но, к сожалению, мне не получилось это сделать, так как я прилетел с животным, а мало кто хочет заселять инострации, тем более с котом. Особенно с котом, потому что здесь в приоритете, конечно же, собаки. Вот. Ну, и мы поселились немного в другом районе, недалеко отсюда. Сейчас же, наверное, здесь заселиться практически невозможно. Ну, как? Возможно, но за адекватные деньги нет. Аренда жилья просто бешеная по стоимости. Потому что, насколько я помню, начинается здесь что-то от 1200 евро за квартиру, за однушку. И то это даже не однушка, это просто, наверное, будет ближе к студии, скажем так. По поводу покупки недвижимости мы тоже как-то с таксистом разговаривали. И если я не ошибаюсь, он говорил, что здесь начинается... Ну, и на вывесках тоже написано, что цена начинается от 3000 евро за квадратный метр. И вот как раз таксист там говорил о том, что 3000 евро за квадратный метр – это где-нибудь в доме, который будет с видом на другой дом. И, ну, не самым лучшим расположением квартиры, скажем так, и дома. Так как здесь на первой линии... Смотрите, какие дома. Вот они. И здесь, я подозреваю, стоимость будет намного больше за квадратный метр. Ну, и если в среднем считать то, что квартира... Ну, хотелось бы, чтобы эта квартира была где-то, ну, 100 квадратных метров для комфортной жизни. Ну, с заделом на будущее, естественно. То ценник прям пугает. И причем пугает очень сильно. Ну, с другой стороны, это самая престижная недвижимость в Сербии, во всей стране. Я просто уверен, что в Москве намного дороже квартиры, поэтому все не так плохо, как могло бы быть. Из плюсов этого района можно отметить то, что здесь все находится в шаговой доступности. То бишь, все, что вам необходимо, есть в этом районе и прям очень-очень-очень близко. В районе, ну, может, минут в пяти ходьбы. Но, естественно, у этого района есть и минусы, о которых я сейчас вам немного расскажу. Да, конечно, нужно было очки взять, но попробуем снять как-то так. Я же не знал, что будет такое яркое солнце. Да и хотя я и не думал, что будет плюс 17 на улице. Ну, давайте переключимся к минусам. Ну, первый и самый главный минус – это цена. Цена просто космическая. За аренду жилья, ну, я, честно говоря, не готов отдавать полторы-две тысячи евро. А если покупать, то это прям вообще... Скажем так, нужно быть минимумом не джуном. Кстати, если вы вспомните, то я здесь снимал недалеко как раз видео. Вот тут я стоял. И этот дом у меня был на фоне как раз. Вот этот вот. Так вот, из минусов еще то, что здесь не особо удобно добираться до центра. Ну, точнее как. Удобно тут есть ЕК-02, какой-нибудь автобус. И, собственно говоря, он едет через полгорода и доезжает до центра. Но он делает слишком большой крюк. Удобнее здесь, конечно, все-таки ходить пешком. Что я, в принципе, обычно и делал, когда находился здесь. Не знаю, как вам, но такие районы мне, конечно, нравятся побольше. С современной красивой застройкой. С местом для парковки. И где очень много зелени. Вообще, возможно, как у меня закончится контракт на аренду квартиры, в которой я сейчас живу, то я все-таки попробую перебраться именно в этот район. Так как, ну, он уж очень сильно мне нравится. И, честно говоря, даже не особо хочется ехать сейчас в какой-то другой район, там что-то показывать, снимать. Но YouTube есть YouTube, и мне надо что-то делать. Нужен же контент. Поэтому мы сейчас направляемся в следующий район. Все-таки ошибочка небольшая вышла по поводу цены квартиры. Потому что, судя по вот этим баннерам, цены начинаются от 3200 евро. Как-то так. Буквально полтора часа назад ехал с торта Белграда на воде. И вот такого тут не было. Сейчас же еду обратно, и дорога перекрыта. И тут что-то вот происходит. Ну, ладно, пойду дальше пешком, получается. Хотел снять еще пару районов, такие как «Звезда», «Радушноваться», «Вождоваться». Но, к сожалению, у меня сломалась флеш-карта. Не знаю почему, благо я успел скинуть на Mac предыдущие ролики, которые записал. Точнее, предыдущие части ролика. И как-то так. Поэтому ролик будет такой, какой он будет. Времени, к сожалению, уже нету. Ехать переснимать все это дело. Ну и, по сути, на самом деле, эти районы мало чем отличаются друг от друга. Это типичный, обычный спальный район, к которому мы привыкли. Вот я сейчас иду по Врачару, и в той же самой «Звездаре» либо «Вождоваться», либо «Душноваться». Много нового мы ничего не увидим. Ну и, естественно, если ролик был вам полезен, то лучшей благодарностью и мотивацией для меня делать новые ролики будут ваш лайк и подписка на канал. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы всегда можете написать о ней в комментариях. Также в описании к ролику есть ссылка на мой Телеграм-канал, подписавшись на который, вы всегда будете в курсе последних новостей, которые творятся в моей жизни. Ну и подписывайтесь на Инстаграм. Там я публикую истории жизни обычного разработчика. Ну а на сегодня все. До скорых встреч. Увидимся. Продолжение следует...